В море с кораблями случается много странного и совершенно необъяснимого. Может участники событий чуть-чуть приукрасили, однако все равно есть чему удивляться. В этом видео мы поговорим о 12 загадочных случаях с кораблями и субмаринами. Исчезновение танкера Пантелена. Огромное 120-метровое судно из Панамы с командой исчезло без следа у берегов Африки. Габон одна из беднейших стран даже по меркам этого региона. Там вовсю хозяйничают пираты. Их и посчитали виновниками происшествия. Танкер попадал в сигнал SOS и пропал с радаров. В течение следующих 9 дней о нем не было известий, а потом оно появилось будто из ниоткуда. Почему затонул Стеллар Дейзи? Тяжелое южнокорейское судно затонуло в 2017 году по неизвестной причине. О крушении стало известно лишь от чудом спасшихся двух членов команды, довольно бессвязно описывавших случившееся. Доводы о том, что от жары могла расплавиться в трюмах руда, от чего и опрокинулось судно совершенно несостоятельны. Этот балкер был создан специально для того, чтобы транспортировать разнообразные грузы, жидкие и твердые. Вспышка Кори на лайнеры с сейнтологами. Круизное судно было зафрахтовано представителями этого спорного учения для постижения высшей истины. Однако вознесение к вершинам разума было грубо прервано эпидемией Кори. По одной из версий, источником заразы стал один из членов команды. Три сотни пассажиров и членов экипажа три недели проторчали в порту в карантине, ожидая разрешения на дальнейший путь. Пожар на К-84. Всему виной была невнимательность сварщика, производившего ремонтные работы в доке Мурманска. Искры вспоминили деревянную конструкцию вокруг подлодки, и это привело к крупному пожару. Такое стечение обстоятельств могло привести к ужасающим последствиям, будь на борту субмарины ядерной боеголовки. Однако перед ремонтом они были сняты с подлодки. Пожар нанес существенный ущерб в 15 миллионов долларов, а на ремонт ушло целых три года. Поротит на борту корабля. Целых пять месяцев команда оставалась на борту судна Форт МакГенри. Американский десантный корабль не мог пристать к берегу ни в одном порту, так как вирусная инфекция, бушевавшая на нем, была очень заразна. По правилам, лишь спустя месяц с даты последнего случая заболевания карантин может быть снят. Так и просидели в Персидском заливе, пока не позволили двигаться дальше. На самом деле ситуация ужасная, когда целая команда людей остается взаперти на корабле с какой-нибудь смертельной болезнью посреди моря. А потом из-за карантина долгое время нельзя остановиться в порту. Пьяный капитан. Он был настолько пьян, что посадил на мель свой корабль близ английского Плимута. Корабль шел на нее на полной скорости, не сворачивая. Опытный капитан сначала лгал во время следствия, якобы его смутили огоньки рыбаков, но затем ему пришлось во всем сознаться и отсидеть за проступок два месяца. Пьяные капитаны, оказывается, бывают не только в морских байках. Судно Рио, застрявшее на мели. Неподалеку от поселка Кабардинка случилось примечательное событие. На мель в районе Дикого пляжа село судно, шедшее под флагом Того. Огромный корабль длиной 146 метров снять с мели непросто и очень дорого. Работы могут стоить, как сам корабль. Хозяин просил о помощи местной власти, однако они совсем не спешили, справедливо сомневаясь в платежеспособности судовладельца. Не спешил и он, вероятно, ожидая выплаты страховки. В общем, Рио стал местом паломничества туристов. Туда стремятся целые толпы желающих сделать интересное селфи. Подписывайтесь на канал, узнай больше. У нас есть много интересного. Самоубийство на борту лайнера. Во время морского круиза недалеко от Багамских островов один из пассажиров лайнера Гимен Морей выбросился за борт. Неизвестно, что им двигало. Внешне ничто не предвещало трагического исхода. Отказ обоих двигателей лайнера. Маловероятная ситуация, тем не менее, с лайнером Небо Викингов именно это и случилось, недалеко от побережья. Высокие волны только ухудшали положение. Они били в борт корабля, не давали проводить спасательную операцию. К счастью, все кончилось благополучно, но к моменту запуска двигателя пассажиры в ужасе покинули судно. Французская субмарина Иридис. Подлодка пропала с радаров в момент учебного похода. Активные поиски результатов не давали, однако спустя 15 минут после прекращения радиосигнала всплыли обломки. Стало ясно, под водой произошел мощный взрыв. Еще через месяц обнаружили и место происшествия. Огромная взрывная воронка на километровой глубине подтвердила версию о взрыве, но добиться от власти объяснения причин трагедии так и не удалось. Призрак Мальборо. Огромный парусник многие годы ходил по морям, перевозя грузы из Британии в Новую Зеландию и Австралию. Выйдя из новозеландского порта в 1890 году корабль пропал. Дальше начинаются байки. Якобы в 1913 году корабль повстречало судно Джонсон. На Мальборо были направлены несколько членов команды и они обнаружили страшное. По их словам, на палубе до сих пор лежали скелеты моряков. Но в такое верится с трудом. Во-первых, спустя десятки лет после исчезновения корабль просто не мог находиться на плаву. Кроме того, экипаж мог сойти на берег, ведь за это время к берегу его прибивало неоднократно. Или этот случай из разряда необъяснимых катастроф и моряков убило нечто неизвестное и страшное. Неуловимая любовь Орлова. Когда-то этот лайнер был гордостью советского флота. Круизы организовывались даже к берегам Антарктиды. Но в 2010 году все закончилось. Корабль больше не мог конкурировать с более новыми и комфортабельными судами. Его техническое состояние также ухудшилось. Решили продать лайнер на металлолом. Но при перегоне трос оборвался и Орлова уплыла. Периодически ее якобы видели в разных уголках океана. Так и кочует лайнер, если уже не затонул. Из-за большого количества странных событий и ситуаций иногда кажется, что в море совсем другая жизнь. Другие правила. Целая параллельная вселенная, о которой мы ничего не знаем. Если в видео упущено какие-то таинственные истории, вы можете их написать в комментариях. Будет интересно почитать не только нам, но и остальным зрителям канала. До скорых встреч в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok